К другим темам. В Алтайском крае высадят 1200 гектаров леса и очистят от мусора значительную территорию. Совсем скоро стартует всероссийская акция «Живи лес». Сейчас ко мне присоединяется моя коллега Дарья Эдемиллер, которая знает подробности этого экологического проекта. Даш, привет! Привет, Лен. Расскажи, все ли могут стать участниками этой акции, как это сделать? Да, абсолютно все могут стать участниками. Сделать это очень легко. Она существует 10 лет, практически с 2010 года запустили. Но давайте обо всем по порядку. Акцию «Живи лес» проводят с 2010 года. Основная целевая аудитория – это подрастающее поколение. Но в этом году на нее обратили внимание и взрослые. Связано это с пожарами в Сибири. Весь июль горели леса в Якутии, Иркутской области, в Красноярском крае. Пострадало более 10 миллионов гектаров. Специалисты уверены, что на восстановление лесных зон идет более 100 лет. То есть ни мы, ни наши дети сибирский лес во всей красоте не застанут. Несмотря на то, что Алтайский край в федеральных сводках новостей не мелькал, у нас тоже есть что восстанавливать. Нас коснулось. Ну, коснулось это в 97-м году, когда сгорело более 120 тысяч гектаров. Мы по сей день еще продолжаем проводить посадку. И мы планируем к 2022 году закончить вот это мероприятие. Лесные пожары начались тогда на границе с Казахстаном. В Угловском районе в 97-м году в огне погибло 14 человек – рабочие лесхозы и пожарные. Именно в той части края будут высаживать новый лес. Речь идет об Угловском, Ключевском, Черышском, Усть-Пристанском районах. Близ Крыевой столицы леса пока не нуждаются в исполнении. С таким подходом согласен и эколог Алексей Грибков. Посадить лес нельзя, можно создать лесные культуры, но обязательно нужны места, где лес развивается по собственным законам, по природным своим законам, и только это будет лесом. Но, тем не менее, там, где вмешался человек, там, где ведется интенсивная хозяйственная деятельность, где негативное воздействие оказывается на леса, рубки, пожары, там, конечно, необходимо создавать лесные культуры, то есть воспроизводством лесов заниматься, лесных ресурсов. В Барнауле волонтерам вместо высадки леса предложат убрать в нем мусор. До конца октября в крае планируют очистить несколько сотен гектаров леса, высадят более трех миллионов деревьев на территории в тысячу гектаров. Но вот полноценным лесом они станут только лет через 20. Наш коллега узнавал. Через год, как нам пообещали, эта сосна, если все с ней будет хорошо, вырастет примерно на 10 сантиметров. Через 10 лет примерно на метр. Через 20 на 2 метра. То есть это уже к тому времени будет полноценный сложившийся лес. Стать участником акции «Живи лес» может любой желающий. Пока план действий определяют в лесничествах, а 29 августа там приступят к работе с жителями края. Если вы хотите помочь лесу, то свяжитесь с ближайшим к вам лесным хозяйством или позвоните по номеру в Барнауле 63 66 03. Вы еще можете увидеть его на экране. Специалисты Минприроды подскажут, куда и когда идти. А там мы с вами и встретимся.